Нет Л-бэн. Добро пожаловать! Да, и обратите внимание на ноги Петра Романкевича. Посмотрите, какие у него мощные ноги. Просто две колонны, которыми он может снести любую стену. Ну, как-то перезарядился, по-моему, Саула Кавалари. Так откровенно он полетел на Романкевича. Его, конечно, этими фокусами не удивить. Колено жесточайшее навстречу от Романкевича по корпусу. Но вот здесь по печени донес свой удар и Кавалари. Понятно, что это большой мастер. Понятно, что каждую секунду опасность от него будет исходить. Но вот и Романкевич показал. Ну, вот в типично тайской манере работает Романкевич. Смотрите прямую трансляцию турнира в ВК-видео. ВК-видео это яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. Не стал долго рассматривать, брать паузы на разведку. Кавалари. Пошел вперед сразу. Достаточно быстрый взрывной. Видите, вот такие удары пропускать нельзя. И, может быть, визуально он не вызывает такого большого, мощного парня. Но, поверьте, вес в нем есть. Удары и техника имеется. Поэтому удары, конечно, Петру пропускать, ну, никак нельзя. Хороший лоу-кик. Да, связку его показал Саула Кавалари. Левый в печень, правый лоу-кик, бедро. Романкевич пока, мне кажется, все-таки присматривается. Смотрит. Пока смотрит внимательно, да. Ну, ничего не пропуская. Блокирует на себя, принимает удары. Смотрит, на что способен бразилец. Выставил щит под лоу-кик Кавалари Петр Романкевич. И пошел фронт-киками атаковать. Конечно, читается именно такое развитие событий со стороны Романкевича. У него более длинные рычаги. Понятно, что ему нужно держать на дистанции Саула Кавалари. Здорово сейчас зашел в корпус Романкевич. Да, и первый раунд в спокойном режиме для белорусского бойца проходит пока без обострений. Смотрит, присматривается. Руки держит наверху у головы. В общем-то, дает поработать, может даже так сказать, своему сопернику. Продолжение следует... Ну что, смотрим хайлайты. Вот фронт-кик, один из этих ударов, дошел до цели. Удар в тречу, да, разрез, другой удар в корпус. Ну так, заряжался на крюки Саула Кавалари. Надо сказать, что немного ударов удалось ему донести до цели. Романкевич или проваливал, или принимал на защиту. Одним словом, КПД у Саула был крайне невысок в первом раунде. Регистрируйся на Винлайн сейчас и получи бесплатную ставку до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фри-бет выпадет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. Да, ну, Кавалари, так сказать, осмелел. Ну, понял он, что и Романкевич ничего особенного ему не предлагает. Ой, как здорово. А вот и лоу-кик от Петра. Удар в корпус. Хорошая комбинация от белорусского бойца. Ее с честью, надо сказать, Кавалари выдержал. Но держит он очень хорошо удар. Но, с другой стороны, помним, что дацику это не помешало. Закончить все очень быстро. Да, ну, давайте так, друзья. Защита-то защитой, но бой выиграть нужно. А это был удар в голову коленом. Мне показалось, что в корпус. Нет? Сейчас посмотрим повтор. Достал Петр ударом коленом. В голову, посмотрите. Это было больно. Это было жестко. Даже не было, а есть. Да, и рефериас на альпоединок, да. Большущие ноги. Бетонные удары ногами от Петра Романкевича делают свое дело. Плоховато по-прежнему Саула Кавалари. Тяжело он побрел свой угол. Здесь уже врачи начинают колдовать. Ну, а мы ждем повторов, чтобы все-таки понять, что там произошло. В этой динамике тяжело было уследить. Но явно колено. Вопрос, куда? Корпус, голова. Ну, суть, потому что нашатырь, скорее всего, голова. Давайте посмотрим. Сошлись клинчи. И вот удар в голову, да. Да, голова, четко в подбородок. Но это тяжело здесь. Очень, очень, да. Ничего не симулировал, поверьте, Саула Кавалари. Тряхануло так тряхануло. Как будто шифонеру уронили на голову. Наложил руки Петр, да. И жестко воткнул колено в голову, да. Ну, насколько крепкий все-таки бразилец не выключился. Да, понятно, что... Я хотел сказать несколько слов. Во-первых, поприветствовать добрую братскую Беларусь. Отличный, отличный бойцовский вечер получился. Я рад, что здесь эти вечера действительно становятся традицией. Много слов благодарности сегодня прозвучало. А я бы хотел поблагодарить тех, без кого мы сегодня не смогли достичь бы такого масштаба. Это коллектив канала РЕН-ТВ во главе с руководителем Владимиром Тюлиным. Уверен, что это только начало, только начало большого проекта под названием «Бойцовский клуб». И мы с вами совсем скоро снова встретимся на белорусской земле. А пока поздравляю Петра с победой, красавец. И, конечно, ваши аплодисменты Саула Кавалари, потому что этот бой сделали оба.